Важные переговоры в Минске. Туда сегодня прибыл Владимир Путин. Он уже пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вместе они приняли участие в форуме регионов двух стран среди тем развития торговых связей, план увеличения товарооборота, дальнейшая интеграция в рамках Евразийского экономического союза. Одним из вопросов на переговорах стали поставки российского газа в Беларуси из Минска. Алексей Кручиня. Александр Лукашенко встречает Владимира Путина на крыльце Дворца Независимости. Видно, что оба лидера в хорошем настроении. Чуть позже в Каминном зале короткая неформальная беседа. Дальше переговоры продолжились уже без камер. Как стало известно позже, одной из главных тем стал долг Беларуси за российский газ. То, что президенты это обсуждали, подтвердил премьер-министр соседнего государства Андрей Кобяков. По данным Газпрома, белорусская сторона задолжала около 125 миллионов долларов за 4 месяца этого года. Беларусь долг не признает. Цену Газпрома считает несправедливой и настаивает на ее уменьшении. Главный аргумент с того времени, как был подписан договор, произошло два резких скачка курса доллара. Газпром, в свою очередь, уверяет, что цена считается по формуле, согласованной обеими сторонами. К тому же Беларусь платит за газ значительно меньше других европейских потребителей. Удалось ли договориться Путину и Лукашенко по газовому вопросу, пока неизвестно. Впрочем, газ – тема важнейшая, но, конечно, не единственная. Говорят о торговле, о том, как в кризис избежать падения товарооборота и совместно противостоять экономическим угрозам. Не скрываем это ни россияне, ни мы, к сожалению, переломить негативную динамику товарооборота между нашими странами до сих пор не удалось. Хотя наметились положительные тенденции. Объем взаимной торговли за четыре месяца этого года составил 7 миллиардов 600 миллионов долларов, что отрядно. Темпы падения товарооборота значительно замедлились. Действительно, у нас были определенные потери в прошлом году. В этом году все-таки объемы восстанавливаются. Причем объемы экспорта белорусского в Россию увеличиваются большими темпами, чем российский импорт в Белоруссию. В целом, это нормально. Нам нужно сегодня использовать время в ходе совместной работы, для того, чтобы вместе подумать на тему о том, как нам сохранить эту положительную тенденцию и ее усилить. Лидеры двух стран сегодня впервые участвуют в работе форума регионов России и Белоруссии. По сути, форум – площадка, на которой ежегодно, начиная с 2014-го, подписывают десятки контрактов и соглашений между руководителями краев и областей, промышленниками, учеными, фермерами. С каждым годом участников форума становится все больше, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии выставки «Белагра-2016». А значит, странам, несмотря на экономические трудности, есть что предложить друг другу. На форум приехали представители 40 российских регионов. Это самый серьезный десант за последние годы. Словно символ размаха, который приобретает российско-белорусское сотрудничество, на выставке «Белагра» среди прочих экспонатов гордо возвышается легендарный «БелАЗ» – продукт совместного производства и один из самых больших самосвалов в мире. У многих моделей белорусских супертяжеловесов двигатели российского производства. При этом три четверти всех «БелАЗов» работает именно в России. Кроме грузовиков-гигантов, на выставке было на что посмотреть. Например, некоторые российские делегации заинтересовались белорусской сельхозтехникой. А на пленарном заседании форума Владимир Путин затронул тему экспорта сельскохозяйственной продукции из Белоруссии. Мы сегодня дискутировали с коллегами, с правительства обеих стран. Если некоторые предпринять шаги, необходимые для обеспечения интересов собственных, прежде всего, сельхозпроизводителей, белорусские коллеги могут ещё больше поставлять на российский рынок. Нужно воспользоваться сегодняшней ситуацией, чтобы, а, расширить своё производство, в том числе под нужды российского рынка. Если мы сегодня этого не сделаем, а будем пропускать на свой рынок санкционированную продукцию, и белорусским производителям будет сложнее осваивать российский рынок. А мы хотим. Хотим здесь иметь и яблоки, и другие сельхозпродукты, мясо, молоко, именно белорусского происхождения, а не транзитом, проходящего через белорусскую территорию. Форум продолжается. И после пленарного заседания с главами регионов и министрами Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить выставку «Белагра-2016». Алексей Кручинин, Сергей Панасюк, Первый канал, Белоруссия.